Девушки отдыхают 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 дверь. Какая странная картина. Просто ранний Пикассо, я не знаю. Может можно открыть шкаф? Нет, нельзя. Что за фигня? Нельзя даже нос никуда сунуть. Какой марки телевизор? Man's Life? Офигительно. Боже мой, какая вспышка. Если вы случайно оказались на моем канале, я говорю сразу, что визжать в страхе и на каждом скримером я не буду. Вообще, если вы смотрите летсплей, который визжит на скримерах, возможно, вы смотрите канал какой-нибудь бородатой женщины. Никто же не видит, что там под веб-камерой, правда. Но это то же самое, где и Костеланос был, в общем-то. Теперь здесь и Кидман оказалась. Мы проснулись. Мы проснулись вместе. Ты смеешься? Ты смеешься? Анс, сверми, мазафака! Ой. Кто-то постучался в стену. Так, я помню, что там были ящики, в которых можно было найти какие-нибудь ништяки. Может, Себастьян не всё выгреб из этих ячеек? Трогательная мелодия. Нет, смотрится игра хорошо. Песчинки, частички, всё здесь. Здесь переделали всё. Понаставили какого-то говна. А, Кыса, ты тут. А я думал, что это трупы, насаженные на колья. А что это за херня сидит? Ёб твою мать, опять ты. Она забрала мою кошку. А, да, зачем придумывать новых монстров, если старые хороши, не так ли? Общество страдает, у общества нет надежды. Денег у общества нету. Будут деньги, будут счастье, будет и надежда, и любовь, и что хочешь. Продолжает игра рекламировать Steam. Завуалированно. А, ёп твою мать, за такую речь, за такие речи арматуру... Не, за такие речи мешок цемента на плечи. Иди, блин, фуры разгружай, блин. Умник хренов. Неужели нельзя простым языком разговаривать? Чё-то грохочет, стучит, а это куда дверь? А, это к медсестре постовой. А там дальше электрический стул, который разрядами учил Себастьяна стрелять, бегать долго. Ну, где прокачка была. Да, такой мешок бесполезного фуфла, как Себастьян, можно чему-то научить только пиздюлями. Так, пинок при мне. Зачем, зачем ей сдали пинок, если этот пинок никого не... не атакует? А почему? Почему я не могу создать дверь здесь при помощи фонарика? Раньше же всегда получалось. Прикольно, смотрите, она светит фонарем на стену, а при этом фонарик-то она туда не поворачивает. Да, господа разработчики, косяк. Ой, какой косяк. Охуительно вообще. А, да. А где тут... Этот все пиздит там, что ли, сидит? Тебя еще не выпустили из сумасшедшего дома, дружище? Я не зайти к нему, к сожалению. Я так понимаю, что DLC-шки для этой игры носят исключительно психодерический характер. Все, что здесь есть, это разговоры, 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 разговоры. Есть песня у группы Черный Белиск, разговоры, называется там, припев классный. Молчи, сука, молчи. Пока я тебя не начал мочить. Кто это? Как он знает о Рувике? Кажется, у детектива Кидман встроен кассетоприемник в задницу, и она смогла прочитать эту аудиокассету. Как обычно, текст вообще ни о чем. Понимаете, что между этими DLC и игрой проходит слишком много времени, уже успеваешь просто забыть напрочь суть всего замеса. Помню только, что здесь есть психопат, баба, у которой прожектор вместо головы, и они гоняются, хотят меня убить, и все мы в голове психопата, и хер знает, что еще. И вообще сценарист наверняка этот, брат Кристофера Нолана, как там его зовут. Я убежден, что поэтому по этой игре когда-нибудь снимут чертовски отстойный фильм. В стиле фильма «Начало». Оп, никого. Оп, никого. Лезли! Если я еще здесь, то он тоже должен быть. Себастьян, Себастьян. Он должен быть в другом, сейчас. Блин, он не имеет ничего, что связано с этим. Себастьян. Себастьян еще здесь. Я новое имя придумал. Себастьян. Себастьян отсюда выбрался, теперь он Себастьян. Себастьян. Ну, вы поняли. Мне кажется, здесь никакой загадки нету, надо просто где-то найти долбанный код. И крутится все еще очень сложно. 24. Это как будто 24 часа, 7 дней в неделю. А здесь что? 5 дней. 5-5 дней. А, хуй его знает. Здесь что там было? Выбрать циферблат, правый стик. Он и левым прекрасно выбирается, я вам хочу сказать. Херня какая-то. Может, где-то на стене написан код? Но я помню из прошлой DLC, что там, единственное, что там есть, внутри, это какая-нибудь записка, какая-нибудь нахрен не нужна. Потому что читать и слушать, здесь и так надо очень-очень много. Что за цифры над дверью? 0,7, 4. И что? Да подойди ты. Значит, здесь 7, внизу 4. А вверху сколько должно быть? Ну, это как пример, надо же попробовать. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Пошла в жопу. Так, а где архив? Я только что же что-то читал. О, дело номер. О, боже. Тут слишком много цифр, чтобы вычленить из них каким-то хером код. Ладно, пошло оно в жопу. Куда я тут глядь? А, ну да, конечно. Сука падла. 7, 4, 3. Охуительно. Так, 7. А, не в ту сторону. Про, 7, 4, 3. А теперь ещё попробуй троечку-то нащёлкой. А, так чушь полная. Верхний-то вообще без вопросов. Ну да. Очередной кусочек записки. Первый, первый фрагмент письма. Я не помню, нужны ли фрагменты письма из прошлого ДЛЦ. Если что, я переустанавливал пиратку, поэтому у меня они не сохранились, ни хера. Вообще, в прошлой части я собрал все сундуки. И мне за это ни хера не дали. Даже, блядь, даже не похвалили. Мобиус. Что понадобится? Ё-тво ли. Я не знаю, насколько крут разработчик этой игры, но я бы посоветовал им сделать в игре что-то кроме ходьбы, темноты и фонарика. Потому что это полная хуйня. Это похоже, знаете, на унылую подделку от каких-нибудь любителей, чем на полноценное ДЛС. Но тут просто нечем, блядь, заниматься, кроме как смотреть и слушать. А если вам никогда не был интересен сюжет этой игры, то играть в эту хренотень вообще абсолютно незачем. Вот так вот. Мне кажется, что если ты планируешь делать игру из одной части, не стоит, ну, в смысле, если ты планируешь сделать какой-то шедевр сюжетный, то не стоит с этого начинать. Надо какое-нибудь сначала что-нибудь лёгкое такое для осознания людям дать. Как Resident Evil сделал. В первой части же ничего, там не было никаких глобальных суперзагадок. Да там, в общем-то, и сейчас нету глобальных суперзагадок. Ну, короче, не знаю. Пытаться сразу всех покорить невъебенно хитрожопым сюжетом, по-моему, глупо. Чё-то скрипит. Контрольная точка. Радость-то какая, мать твоя. Здесь бы не помешало немножко люмонтиала. Ядерный реактор очередной, да? Выход отсюда вот там, вот это вот ядро. Ускорение важный фактор, но не выдержал реактор. Помните, да, этот? Как-то называлось страшилки, кажется, да? Самое отстойное, что здесь надо стелсить. Кто это пнул ее? Да, и здесь, конечно, никто не будет против того, что я хожу и выключатели, блядь, теребонькую, да? Опа. Лежит какой-то красавчик. Так сразу не просышь, мертвый он или нет. На самом деле, его выдает улыбка. Видите, видите, щелица лежит. Ну, давайте подойдем поближе. Мне больше интересно, что там дальше. Ну, схватит за ногу и что, куда от него бежать? Нет, не хватает. Или на обратном пути в цепица. Так, дейнджер, генераторная, там, дальше. Единственное, что можно прочитать на этой доске. Так. Я нервно вдавливаю стик, чтобы ходить. Вернее, поэтому он начинает делать рывки. Я представляю, что он встал и идет за мной на цыпочках. Это было бы прикольно. Но эту игру, к сожалению, не для прикольности делали, поэтому ничего такого здесь не предвидится. Что, и за углом никто не стоит? неудачно. Я не знаю, что он встал. Я не знаю, что он встал. что он встал. немножко немножко хуже, чем, знаете, в Mortal Kombat во время заставок. О, теперь здесь видно лучше. А подобрать можно? Что-то мне подскажут, что у меня эти палочки-то не бесконечны. Но выглядит это стильно на самом деле и очень хорошо смотрится. Это действительно неплохой ход от разработчика. Одобряю. Кто-то там попискивает внизу. Вот лесенка нашлась. Вон что-то лежит, я вижу. Да. Очередной трупешник. Но звуки издавал явно не он сейчас. Можно в вентиляцию сдриснуть. Но непонятно зачем. Бледеныш, ебаный ты, сука, блядь, хуесос. О, боже. Срань господня. Судя по звукам, там вот этот слепой моб. или я хер его знает. Надо кинуть туда световую, световую палочку, чтобы видно стало. кто-то тут есть. Я слышу шаги. Дыхание. Но никого не вижу. Вероятно, это кто бы их не издавал, эти звуки, он, видимо, заперт. Закинуть бы эту палочку куда-нибудь повыше, чтобы она светила там, блядь. Вот и вот мы нашли его. Заебало, ни хера нету света. Я надеюсь, что они бесконечные, потому что... Ай, на-не-не-не. Она еще и вооружена. Если я кину ее этим... этим по башке, как вы думаете? Возможно ли нокаут? Так, и мне, видимо, надо вот в эту дверку, потому что больше двери здесь нету. Блядь. Опа, Новый год! Она что, залезет? Нет, потому что она тупая. Она настолько тупая, что даже как ходить забыла. А, вот примерно такие звуки я слышал в конце некоторых треков группы Коррозия Металла. Что-нибудь типа... Классная была песенка, как вы можете понять... догадаться. Так, сейчас эта маньячка с ножом отсюда ушлындает нахер, я. По-тихонькому, по-тихонькому... Почему было бы дверь не закрыть, я не знаю. Она даже не может тихо фонарик кидать, она... Вот так делает. Как будто фонарь несколько килограмм весит, мать его. И мы аккуратненько, медленно... мушисто и нежно идем во тьму. На самом деле, светящиеся палочки это гуманно, это даже гораздо гуманнее, чем камера во властье. И контрольная точка, слава яйца. Но умирать в этой игре неохота, что... что после контрольной точки, что... доконтрольной... точки, что за звук. Батарейки иметь надо, ёптель. А что, если я вот туда кинул? Блин, из таких палочек можно дискотеку устроить. Неплохую причем. На самом деле, все-таки игра содержит, да, ряд таких интересных решений. Непонятно только, где были все эти идеи, когда я, блин, проходил эту тупую кампанию здесь основную. Где все... Где все это было, блин? Где были палочки, где были фонарики, темнота, король, где это все? Какого хера я там бегал и расстрелил врагов, как чертов Рэмбо? Дискоток, что я бы ограничил, конечно, количество этих палочек, потому что, ну... У меня там темнота. Да даже дна не видно, прикиньте. Эй, а палочки-то гаснут. То ли по времени, то ли по количеству, я не знаю. Опять кто-то ходит. Я иногда думаю, как страшнее играть в хоррор со звуком или без. Так-то ты вроде слышишь, где враги, когда рядом. С другой стороны, на скримере ты не обделаешься, потому что звука не будет резкого. Аллилуйя, да будет свет. А, я свет-то активировал, но почему-то светлее здесь не стало. Кто-то пошипел, порычал, но сюда не пошел. Хорошо, что они не по запаху ориентируются. Выше ли они, ниже ли они, где они там вообще фыркали? Непонятно. Только не вниз. Да. А с тех пор, как я включил здесь свет, лампочки эти стали светить гораздо меньше. Даже камеру не опустить, чтобы заценить, как высоко пришлось бы падать, если бы я туда упал. А, этой джедайской палочкой, интересно, можно надавать врагу по щам? нахлестать ему. Неприятные звуки, конечно, там какие-то как будто кого-то тошнит, и и он колотит в какие-то, в какой-то клетке по стенам. Может быть, он выше меня даже, я не знаю. я видел на eBay продаются наушники со встроенным сабвуфером, блин, и звук там типа 5-1 или что-то типа того. Вот я представляю, что в таких наушниках полное обсирание, наверное, происходит во время игры в хоррор. ёп твою мать, что там за за сатана издаёт эти тошнотворные звуки. топорик Апачи. Как его взять теперь в руку-то? Блять, как оружие менять на сраном джойстике, а? Хуй, бросаешь, блин, может мышкой? А, видимо, топор в руки брать нельзя. Она его просто выхватит, когда захочешь кого-нибудь нагреть по затылку. Так, не ожила ли ты? Нет, не ожила ли. Дверь что-то шатается, наверное, за дверью. Там никого. обходим, обходим. Пиздык. Ёб твою мать. Добей её нахуй. Оп, пошли нахуй, господа. Я не понимаю, какие проблемы у главной героини с тем, чтобы ударить, нанести удар топором в лицо. сейчас они пытаются спариться и родить ещё больше врагов, видимо, не знаю, они исполняют брачный танец, женщина проходит насквозь мужчину и туда, и обратно, и это выглядит как минимум убого. Блядь, да как здесь красота, ёб твою мать. Подождите, что-то хуйня какая-то. Так, вроде посмотрел, вроде, это РБ. А в чём дело? Почему я не могу высунуться? Когда я смотрю на них, они быстрее успокаиваются, мне кажется. Всё. И разошлись по своим делам. Давай. И разошлись, искал. И разошлись. И она разошлась, и он разошёл. Так, он что-то далеко ушёл, я, наверное, не успею ему втащить. Ах, здравствуйте. Они не очень хорошо слышат, я так понимаю. Так, кто-то здесь был да ушёл, я это правильно понимаю? А, нет, я его уже уделал. Он же меня за ногу схватил. Так, 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 хорошо, пока всё хорошо. И даже не сдох ни разу, ядрись, ты колотись. Мастерство вообще. Не пропьёшь, как ни старайся. Какие странные здесь лабиринты, однако. Ой, её видно? Эй, дура тупая. На тебя, дильда, бля, развлекайся. Это вообще прикольно, интересно. Есть ли такой порнофильм, где... Ладно, я просто представлю, как она светится будет. Ладно. Не слушайте меня, если вам нет 18. Хотя, кто вас ещё такому научит? Ой, блядь, и опять темно, как в жопе, ну понятно. Что-то скрипит всё, нихрена тут не смазано. А, это мой улыбчивый охранник здесь лежит, тот самый, да-да-да. Ну что, посмотрим, может ли он встать. Вот так я метнул, метнул светящуюся палочку и вонзил ему её в тузан. Ну а поскольку я его хоть чем-то-то проткнул, этот вампир больше не имеет права поднимать. Кто-то смыл, воду спустил. Надо подсветить ему, чтобы он не промахнулся туалетной бумагой мимо... мимо дырки. А, удерживать... Системы были previously shut down incorrectly. Each terminal requires manual restoration. Please be patient. This isn't the time to make me wait. Да, бусинка. Пришёл я, пришёл. Даже орёт, похоже. Вот у чёрных кошек у них такой голос, вообще, блядь, ни хрена, ни кошачий. Они орут, знаете, как требуют прям. А, так, новая ячейка иллюзии. Ой, 30 минут играю. Боже, как время-то летит. Значит, что серия закончена. Всем спасибо, что-нибудь нажмите на какие-нибудь рекламки, напишите какой-нибудь комментарий, не знаю, пригласите друга на этот канал и... Адьё, до следующей серии.